В этом году сургутским школьникам действительно есть из чего выбирать. Более 50 образовательных учреждений высшего и среднего звена от Челябинска до Калининграда предлагают получить специальное образование по инженерно-техническому и социально-гуманитарному направлениям. Десятиклассник Никита Аверин свой выбор уже сделал. В его планах по окончанию школы поступить в Московский государственный медуниверситет, чтобы стать хирургом. Выставка образования и карьера привлекла его возможностью поучаствовать в олимпиадах по профильным предметам. Это должно повысить шансы на поступление в столичный вуз. Здесь проводятся олимпиады бесплатные для школьников, которые в будущем могут помочь поступить в университеты нашей страны. Допустим, дополнительные баллы или, допустим, подготовиться к вступительным экзаменам и так далее. Кстати, о столичных вузах. В этом году впервые в качестве экспонента выставки принимают участие МГИМО, причем сразу по двум направлениям. Выпускников приглашают сдать вступительные экзамены, а школьников среднего учебного звена поступить в лицей при университете и пройти первоначальную учебную подготовку, необходимую для специалистов-международников. Приезд московских гостей не случайен. Он обусловлен возросшим интересом к этому учебному заведению. Сегодня половина лицеистов – это набор из российских регионов. Например, если говорить о Ханты-Мансийском автономном округе, то у нас учатся совершенно замечательные дети не только из Сургута, но и из других городов. Например, из Югорска, из Лентора. Помимо живого общения с представителями учебных заведений, любой участник выставки может попробовать свои силы в мастер-классах по программированию, 3D-моделированию и даже собрать беспилотник. В такой игровой форме школьникам предлагают поближе познакомиться с профессиями будущего. Мы всегда стараемся выставку нацелить на действительно выбор будущего, взгляд в будущее и шаг в будущее, можно это и так назвать. Поскольку на сегодня вот этот топ профессий, который сформирован, он как раз показывает, что сегодняшним нашим восьмиклассникам действительно уже нужно ориентироваться совершенно на другой вектор профессий, на другие требования. Узнать о профессиях больше и определиться с выбором вуза школьники Сургута могут до 7 апреля. Предполагается, что за это время выставку образования и карьера, которая проходит в 27-й школе, посетят более 7 тысяч человек. Иван Рябцев, Николай Сапожников, Сургут Интерновости.